Туристка из Новоуральска, которая оказалась практически заложницей в турецкой больнице, наконец-то смогла вернуться домой. Напомним, девушка попала в клинику и ей не хватило страховки для оплаты лечения. Чем закончились злоключения Свердловчанки, выясняла Екатерина Хожателева. Евгения Долгих уже неделю дома, но кошмар, в который превратился ее отдых, до сих пор забыть не может. На память о путешествии остались не фотографии, а шрамы. Первый же день в Турции для нее начался с несчастья. После прилета девушка решила принять душ, но не заметила, что в кабине ручка есть только снаружи. Для того, чтобы выбраться, Жене пришлось разбить стекло рукой. Истекала кровью, открыла дверь, побежала вниз и уже теряя сознание, ждала скорую. На этом приключения уральской туристки не закончились. В больнице сделали операцию, но отпускать в отель не спешили. Страховки не хватило, чтобы оплатить лечение. В итоге Женя стала заложницей. Мне сказали, что пока твои родители не выплатят эту сумму, то есть вообще сумма 38 тысяч долларов операция. Но не скажешь, что страховка покрывает 15, там 20, сначала 23 твои родители должны прислать нам, тогда тебя отпустят. По моче девушке взялись сотрудники турфирмы, у которых она купила путевку. Турагент Лилия лично связалась с российским консульством в Турции. Дипломатическое вмешательство помогло разрешить ситуацию. Через часа два звонит нам страховая компания из Турции, разговаривает совершенно по-другому. Ничего от меня не требует, не ругаясь со мной. Говорит, вот в принципе сейчас на данный момент ситуация такая, что мы можем сделать одно для вас. Пусть она пишет доверенность на то, что мы ее интересы в суде в Турции будем представлять. Девушка написала доверенность и сразу улетела домой. Теперь страховая компания, представляющая ее интересы, будет через суд добиваться у отеля, где Евгения получила травмы оплату за лечение. И все же, по мнению специалистов, сумма, которую запросила клиника, 38 тысяч долларов достаточно велика. Столько может стоить, например, трепанация черепа. Но в каждом учреждении свои расценки. Чтобы не попадать в подобные ситуации, юристы советуют узнавать о стоимости страховки задолго до вылета. При продаже тура ни оператор, ни агентство не уведомляет потребителя о страховом продукте. На что он застрахован и что является в его случае страховым. Как правило, все полюсы и правила получаются туристами за три часа до вылета в аэропорту. Евгения сейчас со слезами вспоминает о проведенном отпуске на турецкие курорты. Больше не собирается. Предпочитает родной берег Таватуя. Екатерина Хожателева, События ОТВ.